Открытый диалог с Александром Непомнищим Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнищим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Итак, мы начнем сегодня, очевидно, с предстоящей встречи. Я думаю, что сегодня у Дрампа, которая будет на следующей неделе. Да, это очень важное событие, поэтому я попросил бы вас рассказать о предстоящем визите. Да, пожалуй, что вот из набора текущих событий в отношениях между Израилем и США, эта встреча будет наиболее интересной, хотя, в общем, мы понимаем, что это далеко не первая встреча уже двух лидеров государств. Собственно, Даниэл в субботу вечером вылетает на пять дней в США. Он прибывает в Вашингтон, где он встретится с президентом Трампом, а затем отправится в Нью-Йорк, где, в общем, остальная часть времени он будет на конференции АПАК. И, как я уже сказал, это не первая, это пятая встреча с тех пор, как Трамп был избран. Трамп приезжал в Иерусалим, я напомню, потом была встреча их в Вашингтоне, в Нью-Йорке, потом последняя встреча была вот буквально месяц назад в Давосе на Международном экономическом форуме, и вот сейчас они снова встретятся в Белом доме в Вашингтоне. Понятно, что, скорее всего, два лидера будут обсуждать две основные темы. Первая из них — это Иран. То есть мы говорим о непрекращающихся попытках Ирана создать ракетные базы и заводы по производству ракет в Ливане и Сирии. По сути дела, Израиля это касается, поскольку у него на границах вырастает крайне опасное присутствие Ирана. И Америку, разумеется, это не устраивает, поскольку Америка не готова принимать вот эту вот политику экспансии Ирана, которую, в общем, Обама дал зеленый свет, но сейчас лидер Белого дома видит ситуацию совершенно иначе. Ну и, конечно же, есть постоянное обсуждение ситуации с ядерной программой Ирана, которую, судя по всему, Иран не слишком притормозил, и ракетная программа, которую он совершенно откровенно и официально не прекратил, сказав, что никакой связи между его ракетной военной программой и сделкой, которую он заключил за странами Запада, не было. Мы знаем, что Нейтаниал много лет считал Иран главным фактором угрозы и нестабильности Ближнего Востока, и, в общем, пока в Белом доме был Обама, его взгляд, его подход не находил понимания, но сейчас, в отличие от прежних лет, очевидно, у него в Белом доме есть внимательный слушатель, и поэтому, видимо, на столе несколько основных тем. Это поддержка курдов в Сирии, это поддержка иранских диссидентов. Курды в Сирии — это вопрос, так сказать, американского присутствия в Сирии, и это сила, через которую США могут влиять на ситуацию в Сирии, ну а иранские диссиденты — это та сила, которая, если и способна что-то развалить Иран изнутри, и это, как мы говорили уже в наших предыдущих передачах, видимо, самый правильный и разумный метод борьбы с Ираном, не внешний, а внутренний, и, так сказать, иранские диссиденты и национальные меньшинства Ирана, собственно, мы говорили об этом в прошлый раз, мне кажется, что в Иране меньше половины перцев, все остальное — это другие этнические, даже религиозные группы, это и сунниты, и арабы, и целый ряд других народов. Многие из них хотят независимости или хотя бы какой-то более широкой автономии, которую они имеют, и все это может быть использовано для того, чтобы развалить Иран и таким образом решить проблему нестабильности Ближнего Востока. Вот, конечно же, я думаю, на столе и вопрос о уничтожении Гизбалы. Собственно, здесь он пересекается еще и с попытками Гизбалы спровоцировать ситуацию, военную ситуацию на Прибрежном шельфе. Мы говорили об этом, мне кажется, тоже в предыдущих передачах. Речь идет о том, что Израиль добывает газ сегодня, уже экспортирует его, продает в Прибрежном шельфе, и свою границу, как бы морскую границу он в свое время обозначил вместе с Кипром, поскольку с Ливаном у Израиля отношений нет никаких. В свою очередь Ливан тоже обозначил свою границу с Кипром, и в итоге получилось так, что возник некий треугольник, небольшой полосочкой, вдоль границы Ливана и Израиля. Каждая из сторон считает его своим. Израиль считает, что это его территория, Ливан считает, что его. И Хизбалла уже заявила, что она обязательно пойдет и будет разрабатывать именно там, искать газ. Но, собственно, не сама Хизбалла, а была приглашена группа иностранных компаний, в том числе российские компании. Но Израиль сказал, что очень резко отреагировал, сказал, что не допустит появления там иностранных компаний, поскольку он считает это своей территорией. Российские компании уже сказали, что не собираются влезать в эту склоку и будут искать газ в других местах. Тем не менее, остается очень серьезная угроза того, что вот эта вот ситуация на прибережном шельфе может перерасти в войну. Ну и, конечно, Израиль, безусловно, рассматривает такой вариант, при котором Иран спровоцирует ситуацию на северной границе Израиля. И Израилю придется воевать не столько с Ираном, сколько и Хизбаллой. И, в общем, безусловно, это часть тех переговоров, тех обсуждений, которые сейчас будут вестись. Видимо, на следующей неделе между Антониал и Трампом. Как и что делать. Ну и наверняка на столе вопрос о возможном уничтожении ядерных объектов Ирана. То, что когда-то в свое время категорически не разрешал и не приветствовал Обама. Фактически мы знаем, что Обама сорвал планы Израиля несколько лет назад, в 2012 году, 6 лет назад, нанести, когда еще можно было уничтожить эти ядерные объекты. Однако сегодня ситуация совершенно изменилась. Но более интересной, безусловно, является вторая тема, которая будет обсуждаться. Это вопросы, связанные с тем, что называется перенос посольства. Мы знаем, что Трамп объявил, что перенос посольства в Иерусалим из Тель-Авива состоится намного раньше, чем мы думали. Он состоится, в общем-то, уже в ближайшем мае. И это будет своего рода подарок Израилю на 70-летие в окрестностях Дня независимости. Америка официально переведет свое посольство. При том, что, в общем, по большому счету, это же только смена вывесит. Потому что в Иерусалиме уже есть американское консульство. И все, что нужно сделать, объявить его посольством, а Тель-Авивский отдел, соответственно, консульством. И при этом, как бы, по большому счету, ничего даже и меняться не должно. Вот вопрос, что несет в себе дополнительно этот подарок. То есть мы говорим о том, что это подарок просто как подарок, или есть за ним что-то еще такое стоит. И есть эксперты, есть аналитики, которые считают, что это некая такая вот успокоительная пилюля, что ли, перед тем, как Трамп обнародует свой план, предложение к Израилю и к арабам по поводу мирного соглашения. И мы знаем, что Ники Хейли, представительница США в ООН, уже сказала, что никто этот план не полюбит. Ни израильтяне, ни арабы. Что, конечно, звучало не очень, не очень оптимистично с нашей точки зрения. Но вот здесь попробуем немножко поспекулировать. И мы знаем, что Трамп очень трезво оценивает ближневосточную ситуацию. Все его прежние высказывания и его поведение, то, как он вел себя, приехав в Израиль, то, как он позиционировал свои взгляды до выборов. И после выборов говорят о том, что он понимает, на самом деле, в чем суть. И поэтому мне трудно ожидать, что сейчас вдруг он предложит что-то такое, что было бы совершенно несовместимо с интересами Израиля. Тем не менее, то есть, может быть, когда Ники Хейли говорит, что израильтянам не понравится этот план, это попытка так вот как бы показать арабам, что план будет справедлив, и что он будет требовать уступок и от израильтян и евреев, и от израильтян и арабов. Но что там может быть? И вопрос, кто его придумывал. Понятно, что Трамп решает все сам. Но в вопросах Ближнего Востока, в вопросах Израиля, насколько мы понимаем, насколько мы знаем, он в значительной мере опирается на мнение троих человек. Это три человека, это Кушнер, Гринблот и Фридман, все три религиозных, ортодоксальных евреи. Гринблот, мы знаем, он учился в еврейской Ишиве в Гуши Ционе, то есть в поселении, в районе поселения Иудеек, юго от Иерусалима. Фридман возглавлял общество поддержки другого поселения Бейтель, известного важного поселения к северу от Иерусалима. Джаред Кушнер тоже человек, который не чужд, его вряд ли можно предположить, что ему не интересны и не важны интересы Израиля. Таким образом, можно предположить, что план Трампа не должен нести себе какие-то неприятные для Израиля предложения. Но нужно понимать, что есть еще один человек, который, безусловно, его мнение очень влияет на то, как Трамп видит ситуацию на Ближнем Востоке, и это сам Натаньял. И очень может быть, то есть в моей оценке план, который будет предложен Трампом, будет в значительной мере отражать видение Натаньял. Видение Натаньял, в общем-то, не меняется с середины 90-х годов, еще до того, как он стал премьер-министром первый раз. Натаньял как бы озвучил свое понимание, как разрешить конфликт между Израилем и арабами. Он говорил о создании такой автономии с расширенными полномочиями недогосударства, квази-государства для арабов, иудеев и самарий. Я не могу сказать, что мне нравится этот план. И при всем при том, что Натаньял доказал, что он умеет отстаивать интересы Израиля, когда ему приходилось противостоять давлению Обамы, все-таки, конечно, идея создания какой-либо государственности, даже квази-государственности для арабов, иудеев и самарий, кажется мне крайне проблематичной. Во-первых, это исторические национальные области. Во-вторых, любой анклав, который передается в руки арабов, это, безусловно, практически сразу превращается в анклав исламских экстремистов. И я вижу, что у нас есть звонок, и позвольте, давайте я докончу эту тему, и мы сейчас, кстати, ответим на вопрос. Так вот, любой анклав, который будет передан арабам в иудеи и самарий, безусловно, станет плацдаром против Израиля. Но Натаньял понимает, что это не хуже нас. И очень может быть, что сейчас обсуждение этих планов возможных, планов, которые предложит Трамп, они вообще в данном случае нерелевантны, и я объясню почему. На мой взгляд, ситуация сейчас очень похожа на ситуацию 1947 года. В 1947 году ООН предложила евреям и арабам раздел территорий. Фактически евреям сказали, хорошо, вы получите страну, но что это была за страна? Три отдельных анклава, едва присоприкосляющихся друг с другом. Это практически нежизнеспособное государство. Евреи согласились, потому что другого все равно ничего не было. Арабы сказали категорически нет, и мы знаем, они полностью проиграли всю ситуацию. Хотели все, не получили ничего. И сейчас у меня есть ощущение, что, в общем, арабы в той же самой ситуации. Общество арабское не хочет государства. Не хочет по очень простой причине. Создание собственного государства – это конец подачкам. Придется работать, придется зарабатывать самим на жизнь, а не получать деньги от США и Западной Европы. То же самое и лидер автономии Абумазен. Он понимает, что оставшись один без израильской армии, он будет сметен Хамасом с одной стороны. С другой стороны, тоже конец подачкам. Конец финансированию со стороны западных стран. А значит, конец его коррумпированной системе. Но и Хамас, его оппонент политический, тоже не хочет государства, потому что его исламская радикальная идеология не включает в себя никаких компромиссов с Израилем. Израиль может быть только уничтожен, и никаких мирных соглашений даже для вида они не готовы сейчас сделать. Поэтому, скорее всего, что бы Трамп в итоге не предложил, даже если это будет навеянное на Таньяо предложение о создании какой-то полуавтономии, это, скорее всего, встретит отказ со стороны арабов. Они скажут, что это из Иерусалима, что все, теперь они ни в какую ни на что не согласны. Ну и в итоге мы останемся при том, что были. Поэтому с израильской стороны самое разумное сейчас действительно получить все, что мы можем получить. И признание Иерусалима с Трампом, перенос посольства, это, безусловно, огромный подарок. Это хорошо, это будет с нами. Ну а арабам не впервой решать за нас трудные проблемы в нашу пользу. Это, видимо, то, что случится в этот раз. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Не дождался радиослушатель. Перезвоните, если будут вопросы. По-прежнему 847-400-5200. Ну а теперь к следующей теме. Как вы считаете, меняется ли отношение американцев или американского общества к Израилю? Если да, то каким образом, в какую сторону? Да, действительно. Вот в последнее время было сделано несколько опросов. Эти опросы, как правило, организовывает исследовательский центр P.U., американский исследовательский центр, который достаточно глубоко и широко, и у него, так сказать, охват большой, и набор вопросов грамотно составлен таким образом, чтобы действительно можно получить представление о том, что думает американское общество. Но самое интересное, что центр P.U. проводит эти исследования на протяжении многих десятилетий. То есть, в общем-то, по крайней мере, с конца 90-х годов. И таким образом у нас, получается, мы видим динамику того, как меняется американское общество. И вот на основании тех данных, которые были опубликованы недавно центром P.U., мы видим, что американское общество, самый главный, пожалуй, эффект того, что можно наблюдать, американское общество резко поляризовано, резко поляризовалось в последние, в общем, 6-8 лет. Собственно, если мы говорим о цифрах, то с 1987 года до 2004 года разрыв между теми, кто определяет себя демократами или сторонниками демократов и республиканцами, сторонниками республиканцев, в среднем было порядка 10-17%. Что это значит? Это значит, если перевести в более понятные термины, где-то 2 трети республиканцев были правее среднего демократа, и 2 трети демократов были левее среднего республиканца. Но сегодня, когда мы смотрим на ситуацию в американском обществе, мы видим, что 95% республиканцев справа от среднего демократа, 97% демократов слева от республиканцев. То есть разрыв между средними самый большой, чем когда-либо. Простыми словами, практически не осталось тем, в которых бы не было различий. То есть если раньше американское общество, в общем-то, было консессуально, и были отдельные вопросы, которые, как бы, левые смотрели на них так, правые смотрели на них иначе, то сегодня практически по всем вопросам есть абсолютный раздрай, республиканцы смотрят таким образом, а демократы смотрят совершенно иначе. Самый большой разрыв, скажем, наблюдается в вопросе о том, ответственна ли дискриминация в нынешнем положении негритянского населения США. И в 1994 году, например, 39% демократов считало, что да, дискриминация повлияла на нынешнее положение негритянского населения США, и также считало 26% республиканцев. Сегодня, так считают 64% демократов и 14% республиканцев. Даже в тех темах, в которых общество в целом стало менее консервативно, разрыв тоже увеличился. И мы видим, например, в среднем, как республиканское и демократические взгляды, как две, если раньше американское общество выглядело в большинстве вопросов, как, так сказать, одна горка, то теперь мы видим два совершенно разных холма. И в американских СМИ, в общем-то, муссируется идея о том, что вот произошла такая симметричная поляризация, в которой республиканцы просто как бы прошли радикализацию. И я это читал, так сказать, в израильской прессе, и, безусловно, вы с этим тоже сталкивались в американской прессе. Но вот исследования Пью показывают совершенно однозначно, что все ровно наоборот. В целом, американское общество сдвинулось влево, но при этом демократы прошли радикализацию гораздо более резкую и сдвинулись влево очень сильно, а республиканцы практически остались на месте. И поэтому, по сути дела, исчез центр. Все это началось еще до того, как пришел к власти Обама в Белый дом, но при нем рост, разделение и расхождение взглядов резко возрос. Почему? Можно предположить, и это уже мои оценки, не связанные с исследованием Пью, республиканцы были менее подвержены индоктринации СМИ, которые стали рупором левых и демократов. И поэтому они не так полевели, как демократы. Теперь все темы в Америке фактически, как я уже сказал, стали политическими. Это то, что нашел, то, что обнаружило исследование Пью. И политическая самоидентификация в каком-то смысле стала даже в большей степени определять позицию человека, чем его раса, пол, образование или вера. То есть спросите человека, республиканец или демократ, и вы более-менее поймете по всем темам, которые только есть в Америке, какую позицию он занимает. И в этом смысле ни раса, ни пол, ни его образование, ни вера не будет играть уже такое значение. Ну и, конечно же, вопрос, как относится американское общество к Израилю. В этом смысле мы видим, что республиканцы стали относиться значительно лучше, а демократы значительно хуже. Но при этом, когда мы смотрим внимательнее, мы видим, что в демократическом лагере отношение хуже, оно не произошло, потому что весь демократический лагерь как бы сдвинулся в сторону против Израиля. Умеренные демократы, то есть люди, которые определяют себя как умеренные демократы или как сторонник умеренных демократов, они даже стали немножко лучше относиться к Израилю. Но вот зато либеральные демократы стали относиться резко хуже. Скажем, если раньше люди, которые относят себя к либеральным демократам, 48% таких вот людей говорили о том, что они поддерживают Израиль, то сегодня их осталось только 33%. И если раньше 18% либеральных демократов американских поддерживали арабскую сторону, то теперь их порядка 40%. Иными словами, либеральные демократы радикализуются. Мы это видим на примере отношения к Израилю, но и не только отношения к Израилю, но и другим проблемам. И их становится все больше и больше, в первую очередь, внутри демократического лагеря, ну и в целом, как бы внутри американского общества. И это влияет на то, что отношение к Израилю ухудшается. Безусловно, это проблема для Израиля, потому что мы понимаем, что Израилю крайне важно, чтобы его политика, его позиция находила понимание в американском обществе. Но, на мой взгляд, гораздо большей проблемой для вот этого поливения демократов, радикализации демократов, особенно либерального крова демократического, это проблема для США. Потому что вот восемь лет правления Обамы Америка еще как-то выдержала, вынесла и сохранилась. Но не факт, что точно так же Америке удастся пережить еще восемь лет правления, например, человека типа Сандерса или Кита Эллисона. И вот сейчас, пока в Белом доме находится Трамп, и будем надеяться, что у него есть достаточно времени еще для того, чтобы провести все те реформы, которые он хотел. Кстати, сегодня я видел цифру, 64% обещаний своих Трамп уже реализовал. Да, сколько нам говорили, что это все пустое, что он просто так говорит, на самом деле 64% уже подсчитано. Так вот, сейчас, когда Трамп в Белом доме, есть возможность инициировать серьезные изменения для возвращения консенсуса на американское общество. То есть, в принципе, конечно, ужасно не полезно, когда мы видим вот такое разделение между республиканцами и демократами и их сторонниками, когда практически не осталось тем, по которым бы обе стороны видели ситуацию одинаковую. Но гораздо хуже вот это вот резкое поливение, и здесь, безусловно, нужны изменения и в СМИ, и в Академии, для того, чтобы мейнстрим американского общества отдалить от экстремизма. Я очень надеюсь, что люди, которые должны об этом думать, в США, они будут об этом думать. Александр, давайте сделаем небольшой перерыв, буквально на пару минут, после чего вернемся и продолжим. www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации заменяет газетные издания, модные журналы и телепрограммы. Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Открытый диалог с Александром Непомнищим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнищим. Телефон в студии 847-400-5200 И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. О том, быть ли балестинскому государству. Здесь, вообще-то, мне кажется, две точки зрения. Точка зрения светского человека и точка зрения религиозного человека. В свое время, значит, когда было принято решение, когда, вернее, премьер-министр, первый премьер-министр сказал, что Берг-Гурион выступил на на ассамблее Организации Объединенных Наций, он в качестве доказательства, что эта земля принадлежит народу Израиля, поднял нашу Тору и сказал, здесь все написано. И никто не возражал. К сожалению, очень многие про это забыли. И мне кажется, что вот и Натанияку, и вообще они должны вспомнить это, потому что это все еще служит доказательством, потому что достаточно большое количество не только религиозных, но это как бы это все. На этом строится западная цивилизация. Это первое. А во-вторых, значит, когда дали возможность Англии, так сказать, построить дом, еврейский дом, им выделить территорию всей так называемой Палестины, то есть бывшее Иудея и государство Иудея и государство Израиль, древнее государство, они три четверти, 75%, по-моему, на этой территории построили государство Транс-Иорданию, которое сейчас является Иорданией. Почему бы палестинцам это как раз они как бы отдали это арабам, это их государство, пускай вот эти все палестинцы туда и идут. Если настаивать, вот посмотрите, они ничего не умеют, ничего не делают и умеют только убивать. И все это прекрасно понимают. И в то же время они жестко стоят на своем. Если евреи научатся так же жестко стоять на своем, мне кажется, будет больше толка. А теперь по другому уже вопросу. По вопросу вот этого опроса. Вы знаете, я, сравнить, недавно получила очередное письмо от антизаформационной лиги. Когда-то там был не самый такой правильный, но в общем-то достаточно хороший СЕО, и он же и директор Абрахам Фоксман. Обама сменил его на Гринблата, Джонатана Гринблата, который у него служил в свое время в администрации, занимал достаточно высокий пост. То есть это прокси обамовский. Так вот, сейчас они пишут, например, что там главные друзья этой антидефункционной лиги, это и ряд исламских фамилии. Спортсмены, вот это вот, то, что Килл Патрик у нас из НФЛ опускался на колено, здесь оказывается тоже замазаны эти идеи. И пишут они, что поднимается поднялась волна антисемитизма. Давайте чуть покороче. И так далее. Короче говоря, все это, значит, дип-стейт это шедо, говермент и все это, да, дело левых, левых радикалов, которых расплодилось будь здоров сколько. Ну, в общем, вот такая вот информация. Спасибо. Ну, то есть вопроса нет, вот поделились с вами информацией, вы до сих пор наверное об этом не знаете. Если резюмировать, вы совершенно правы, вы правильно сказали о том, что именно при Обаме произошло резкое поливение общества и мы видели на примере, на базе тех данных, которые приводит инцитер Пью, что это поливение по сути дела произошло как резко увеличилось количество либеральных демократов внутри демократического лагеря, то есть внутри демократов появилось гораздо больше радикальных левых и они очень резко сдвинулись влево. Что касается остального общества, оно более не менее осталось на своем месте, чуть-чуть сдвинулось влево. И ответ, то есть объяснение этому правильно, да, те люди, которые в меньшей степени доверяли средствам массовой информации и другим организациям, вроде той же IDL, которую действительно там поменялось руководство, они в значительной мере сменили свою полипозицию и свое направление деятельности. Так вот, те, кто меньше доверяли им, они остались на своих позициях. Те, кто доверяли им в большей степени, были наивны в этом смысле, они попали под влияние левой пропаганды. И поэтому сейчас очень важно, чтобы произошел обратный откат к правде от левой пропаганды, в первую очередь в СМИ, в Академии американский и так далее. Что касается первого момента, то здесь важно понимать, безусловно, да, Бен-Гурион подчеркивал всегда, что право Израиля на ту землю дано еще нам от Торы, но в то же время Бен-Гурион был прагматиком, и когда в 1947 году нам сказали, хотите взять, и от того, что нам обещали, там оставалось меньше одной восьмой, правильно, три четверти уже отдали арабам в качестве орданского государства, а потом оставшуюся четверть еще поделили пополам, грубо говоря, и отдали нам какие-то крохи. Это было три анклава. И евреи согласились, потому что с точки зрения прагматики, несмотря на то, что это были жалкие крохи от того, что нам как бы полагалось и на то, что нам обещали раньше, это было что-то, с чего мы могли начинать. И арабы решили за нас сложную проблему, они сказали ни за что, они не соглашали, они не согласились. И была война, в этой войне мы по крайней мере эту свою одну четвертую отвоевали, остались, так сказать, исторической Палестины мы как бы себе вернули. То же самое и здесь. Безусловно, Натаньял человек, который вырос в хорошем доме своего отца, который был секретарем Жаботинского, он все прекрасно понимает. Вопрос, как он смотрит на вещи, что он считает прагматичным, а что нет. Если вы его спросите, я уверен, считает ли он иудею Самарию нашей родиной и важнейшим частью страны, да, он так считает. Если вы спросите, готов ли он до конца стоять и ни за что не соглашаться, если даже придется делить, отдавать ее арабам, я думаю, что он скажет, что он не готов. И да, возможно, что Натаньял, мы хотели, чтобы Натаньял был более жесткий и радикален, не радикален, но более жесткий и последовательный защитник земли в Эрцессаре. С другой стороны, мы видим, вы говорите, учиться у арабов жесткости. Но вот представьте себе, что мы бы учились у них жесткости. Где сегодня арабские построения и где мы? Мы стали передовым государством богатым, прогрессивным, где людям живется хорошо. Наши соседи-арабы до сих пор, так сказать, не могут выбраться из своих комплексов в нищете и в постоянных войнах и в кровавой бойне. Поэтому это непростой вопрос. Безусловно, я точно так же, как и вы, считаю, что Иудея и Самария должны быть наши. И мне очень хочется надеяться, что, в общем-то, те люди, которые будут сейчас решать в окружении Натаньяла, сам Натаньял, они понимают эту ситуацию. Но, скорее всего, это все нерелевантные вопросы. У нас есть вторая сторона, вторая сторона ничего не хочет, и поэтому ничего в итоге не получит. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к Якову Кедми, что он из себя представляет, и к Сатановскому, это два приятеля. И второй вопрос. Не дольет Путин Израиль в конфликте с Ираном? Спасибо. Окей. По поводу моего отношения к Якову Кедми. Яков Кедми, это человек, скажем так, я отношусь к нему плохо, я не доверяю тому, что он говорит, я считаю, что то, что он делает в последнее время, вредит государству Израиль. И он, кроме того, что он, его позиция мне совершенно не нравится, его, так сказать, и то, что он озвучивает через, так сказать, средства массовой информации, кажется мне вздором и бредом, он рассказывает о себе вещи, которых не было. Он, безусловно, возглавлял важную структуру, службу израильскую, но он не был представителем разведки, поскольку к тому времени натив, который он возглавлял, перестал быть структурой разведки. Мы как-то в наших передачах касались истории организации натив. Она действительно была создана после образования государства Израиль как подразделение Моссада, которое, в общем-то, в значительной мере сориентировало советское еврейство на приезд в Израиль. Но к 90-м годам, к началу 90-х годов, когда Яков Кедми возглавил эту организацию, она уже была официальной, как бы, обычной структурой государственной, поскольку в Советском Союзе произошли очень мощные изменения. И натив работал в Советском Союзе, а потом в России официально. Как? Похоже на Сахнут. То есть, по сути дела, официальные представители, официальная работа совершенно открыта в контакте с российскими, сначала советскими, потом российскими представителями и так далее. Поэтому, когда он рассказывает, что он был начальником спецслужбы, это враньё. И есть ещё разные факты, которые он как бы называет фактами. На самом деле, мы знаем, что это враньё и хвастовство. То же, что он, что же касается того, что он считает по поводу израильской политики, по поводу того, что Израиль должен делать, а что не должен делать, это ниже всякой критики. Его аналитические способности, аналитические оценки ситуации сегодня, как он их озвучивает, кажутся абсолютным бредом. Поэтому относиться к нему серьёзно я бы не стал. Что касается Сатановского, то этот человек, безусловно, другого рода. Он хорошо понимает ситуацию на Ближнем Востоке. И, в общем, он достаточно дружелюбен к Израилю, хотя он является российским гражданином и старается, как правило, озвучивать ту позицию, которая в пользу Израиля. И, безусловно, он является человеком, который хотел бы, чтобы Россия и Израиль дружили и сотрудничали, потому что он еврей, и он живёт в России, и он любит Израиль, и он хочет, чтобы всё было комфортно и хорошо. В то же время, конечно, с его откровенно пропутинской позиции недалеко не всегда легко согласиться. И, конечно же, ему тяжело приходится, когда ему нужно говорить об Иране, потому что Иран, с одной стороны, как бы дружит с Россией, с другой стороны, Иран главный враг Израиля. И здесь он начинает немножко фальшивить, и эта фальш, она в его оценках, в его осуждениях заметна. Но, опять же, давайте говорить откровенно. Сегодня в России свободных, демократических, правдивых СМИ не существует. Если кто-то на российских СМИ появляется и говорит, он говорит в соответствии с тем, что ему разрешили говорить, как в прежнее время в Советском Союзе. Поэтому одни это делают как бы менее красиво и менее аккуратно, другие это стараются делать более аккуратно. Но нам, из нашего, так сказать, свободного мира, слушать, что они там говорят, просто не стоит, потому что никакого трудно предположить, что эти люди говорят правду, а не то, что им, так сказать, разрешили говорить в данный момент. Что касается того, боюсь ли я, что Россия сольет Израиль и Иран, то я не боюсь. Потому что Израиль сам может постоять за себя, Израиль сам определяет свою политику, Израиль в значительной мере коррелирует свою политику с США. Но Россия в данном случае фактором не является. Действительно, с тех пор, как Россия появилась в Сирии, вела туда свои войска, Натаньял наладил очень прочный и постоянный контакт с российским лидером. И, судя по всему, там действительно есть момент личных отношений, личных, как бы положительных отношений. То есть Путин при всем, при том, насколько он с неуважением относится к лидерам Западной Европы, считая их слабаками, трусами и лицемерами. Он уважает Натаньял, хотя бы потому, что Натаньял был боевым офицером, потому что Натаньял реально сам своими руками мочил террористов в сортире, в буквальном смысле во время освобождения самолета Сабена. Он убил одного из террористов, спрятавшегося в сортире, в соответствии с известной фразой Путина. И Натаньял на самом деле отвечает за свои слова. То есть, если представлять себе Путина как человека, который в значительной мере живет по понятиям, то для него Натаньял это человек не блатной, но живущий по понятиям, отвечающий понятиям. То есть, он говорит что-то, он это делает. Путин такое уважает. Натаньял четко сказал, у Израиля есть интересы, чтобы нас не трогали. И когда у нас под дверью начинают копошиться всякие иранцы, всякие сирийцы, то мы это дело так не спустимся. И мы будем решать это своими силами. Вот. Вы можете нам помешать, тогда у нас будут проблемы. Зачем вам нужны эти проблемы? И таким образом у Израиля и России сейчас отношения корректные. Мы не мешаем России делать то, что она хочет в Сирии. Россия не мешает делать то, что Израилю считают нужным на территории Сирии. И факт, что российские системы, которые безусловно способны видеть израильские самолеты, до сих пор никаким образом нам не мешают. Вот. И даже последний подбитый самолет, который был буквально месяц назад, чуть меньше даже, теперь уже, когда закончились расследования, мы знаем, что этот самолет был, его сумели подбить сирийский ПВО по одной простой причине. Летчики отказались понять необходимый протокол. То есть, когда по ним была выпущена ракета, старая российская ракета, они все, что они должны были сделать, должны были нырнуть, и таким образом ракета бы их перестала видеть. Они наплевали, то есть, нарушили инструкции, нарушили протокол, ну и поплатились за это сбитым самолетом. Поэтому Россия может, конечно, в какой-то момент перестать быть настолько дружелюбной и корректной в отношениях с Израилем. Но Израиль готов к этому. В общем-то, всегда, во всей предыдущей истории было именно так. Россия и Израиль находились по разной стороны баррикады. Сегодня другая ситуация, во многом, на мой взгляд, из-за личного отношения Путина, симпатии Путина, так сказать, к Израилю и его, так сказать, не антисемитизма, в отличие от многих прежних лидеров России и Советского Союза. Но Израиль совершенно прекрасно понимает, что все может измениться, поэтому вряд ли Россия может стать его врасплох, как вы выразили, слить его Ирану. Мы, так сказать, с Ираном можем разобраться сами, и тем более, что сегодня с Америкой у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. А теперь, если можно, об отношении арабского мира к палестинским арабам? Ну да, здесь вот как бы в последнее время это начинает звучать все чаще и чаще, особенно в арабской прессе, в арабской прессе, я имею в виду, как бы, прессе арабского мира. И в этом смысле очень интересны тезисы, которые недавно подготовил доктор Мордыхай Кедар, израильский востоковед, человек, который больше 30 лет занимается арабским миром и проработал многие годы в израильской военной разведке. Сегодня он уже на пенсии и он публикует такие свои обзоры, свои тезисы. И вот здесь я попробую как бы вкратце перечислить то, о чем он говорит. Я вижу, у нас осталось в общем-то порядка 10 минут еще, да? Ну, где-то так, да. Попробую уложиться. В общем, то, что говорит Мордыхай Кедар, так. Арабский мир, говорит он, начинает осознавать, что создана им 70 лет назад палестинская проблема, не только не имеет решения, но еще и стала для них, для арабов воронкой, которая засасывает в себя все больше денег лишь только для того, чтобы обогатить коррумпированных бандитов в Рамале и Газе. Многие, говорит Кедар, на Западе, да и в Израиле считают или склонны полагать, будто бы арабский мир, он един в своем отношении к палестинской проблеме и мечтает добиться ее решения. Вместе с тем, представление о том, что, мол, все арабы и мусульмане поголовно обожают палестинских арабов и ненавидят Израиль крайне утрировано и совершенно не отражает действительности. Это правда, что множество, даже, возможно, большая часть арабов и мусульман ненавидит Израиль. Вот только палестинских арабов многие из них ненавидят ничуть не меньше. За что арабы ненавидят Израиль, более-менее понятно. За то, что сумел выжить вопреки всем обрушенным на него войнам и террору, и бойкоту, и ненависти. За то, что стал процветающим еврейским государством, хотя с точки зрения мусульманской доктрины иудаизм — это отжившая свою религия, и потому как бы она лишена права на свою страну, тем более на том месте, где вот какое-то время мусульмане правили. И, конечно, им обидно, что Израиль — богатая демократия, а они все нищие диктатуры. И то, что Израиль стал раем, а, так сказать, арабские страны одна за другой превратились просто в какую-то последнюю остановку перед вратами ада. Но что заставляет их ненавидеть, так сказать, своих несчастных палестинских собратьев, тех самых, о которых арабский нарратив говорит, что земля их была украдена и сами они стали беженцами. И тут есть несколько сложных достаточно причин, напрямую связанных с ближневосточной культурой, которую в Израиле и на Западе мало кто понимает и плохо с ней знаком. Дело в том, что одна из худших вещей ментальности арабской — это когда его обманывают. То есть вот, кстати, когда он надувает, это нормально. Если его надувают, это считается, что очень плохо. Когда кто-то пытается, уж тем более преуспевает обвести араба вокруг пальца, он выходит из себя. И в этом смысле арабский мир воспринимает палестинских арабов в значительной мере именно такими вот обманщиками, которые их постоянно пытаются проехаться на арабском мире. Во-первых, ни для кого не секрет, что значительная часть палестинских беженцев, так называемых, которые бежали в 1948 году по итогам войны за независимость с территории Израиля, это были, на самом деле, не коренные жители арабские этой страны. Это были трудовые мигранты, которые стекались в последние годы британского мандата со всех концов арабского мира на заработки в процветающую еврейскую Палестину. И фамилии этих людей говорят сами за себя. Этой фамилии, которая указывает на то, что они происходят из Южной Сирии, из Ливана, из Иордании, из Египта. И, конечно, в глазах многих арабов, так сказать, почему этим людям положено больше, чем их соплеменникам, почему они сегодня находятся на привилегированном положении беженцев, которые в четвертом поколении платит ООН, а их, так сказать, те же люди, которые остались на своей земле, ничего не получают. Мы помним, что, в общем, после 49-го года Арабская Лига приняла решение не расселять этих беженцев в странах, куда они бежали, а создать специальные лагеря для того, чтобы использовать это как политический инструмент давления на Израиль. И с тех пор агентство ООН по делам палестинских беженцев, УНРА, стало давать им питание, образование, медицинские услуги, и все это бесплатно. То есть, на самом деле, не бесплатно, а за счет американцев, а рядом с этими лагерями жили обычные местные арабы, которые ничего такого не получали. В поте своего лица, в поте лица своего, то, что называется, добывали себе еду и пропитание, деньги на воспитание детей и на лечение. В то время как беженцы получали все бесплатно. Более того, беженцы скоро научились часть, так сказать, проедать, а часть продавать своим соседям. Таким образом, они зарабатывали на том, что, так сказать, получали бесплатно. Более того, их лагеря беженцев были освобождены от муниципальных налогов. И многие беженцы стали сдавать свои дома и свои квартиры в лагерях беженцев, которые освобождены от муниципальных налогов. И при этом брать более высокую арендную плату, потому что они говорили человеку, но ты же платить муниципальные налоги не будешь, значит, ты можешь платить нам немножко больше. Таким образом, они еще продолжали зарабатывать на том, что они получали. Вот. Кроме того, в какой-то момент многие лагеря беженцев, построенные на окраинах больших городов, например, Бейрута, оказались внутри разросшегося города. И на их месте выросли уже не трущобы, а богатые многоэтажные здания. И кто-то на этом всем заработал. Простой араб с улицы точно не заработал. И все это вызывает у него большие сомнения. То есть люди, живущие в Ливане, в Сирии, в Ираке, в тех странах, куда были расселены, эти самые беженцы чувствуют себя обманутыми и чувствуют себя теми фраерами, на шее которых едут эти самые беженцы уже четвертое поколение. И тут, конечно, возникает еще один аспект. Они смотрят, что 20% населения Израиля это тоже те же самые палестинские арабы. И живут они, в общем, там значительно лучше, чем во всех окрестно-арабских странах. А им, так сказать, этим арабам в Ираке, в Сирии, в Ливане политики объясняют, что нужно идти воевать, отвоевывать Палестину. Отвоевывать ради вот этих вот людей, которые живут у них на шее сидят, и те, которые живут внутри Израиля, тоже живут неплохо совершенно. То есть получается какая-то такая ситуация, что, опять же, арабский, арабская общество чувствует себя обманутым и используемым вот этими самыми своими лидерами с одной стороны и палестинскими арабами с другой. И, конечно, тут есть еще много политических моментов, которые связаны, например, с тем, что в свое время Арафат поддержал захват с Адамом Кусейном Кувейта. А сегодня, допустим, Хамас и палестинский исламский джихад поддерживаются Ираном. То есть это суннитские организации, а поддерживает их шиитский Иран. И в глазах суннитов, которые ведут войну с Ираном сегодня, это откровенное предательство. И самым возмутительным с точки зрения арабского мира сегодня является то, что вот лидеры палестинских арабов сегодня говорят так, вы должны воздерживаться от любых контактов с Израилем, до тех пор, пока не будет решена палестинская проблема так, чтобы удовлетворила главари ОП и Хамаса. И при этом очень многие в арабском мире уже отчаялись дождаться, когда между ОП и Хамасом возникнет какое-то примирение, потому что совершенно очевидно, что эти две структуры не могут договориться. Либо одни будут править, либо другие, и они уступить другому не могут ни при каком раскладе. И получается, что именно они сегодня тормозят возможность арабов наладить нормальные отношения с Израилем, а для большой части арабов сегодня в условиях войны с Ираном это становится принципиальным вопросом. То есть арабы понимают, что без Израиля скорее всего с Ираном им не справиться. И вот вместо того, чтобы думать о том, как вместе справляться с Ираном и спасать буквально свою шкуру, они сейчас должны выслушивать этих самых палестинских арабов, которые начинают им вкручивать, что с Израилем дружить нельзя. И это выводит из себя уже достаточно большие свои общества и в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах, других странах залива, в первую очередь находящихся на линии войны с Ираном. И все это вместе складывается в ощущение того, что если раньше палестинские арабы считались нашими младшими обиженными братьями, которых мы должны защищать всеми силами и вкладывать в них, то сегодня это вот такая абуза, которая висит на шее арабов. И они не знают куда от нее избавиться. Именно поэтому я могу предположить, кстати, завершая наш разговор, что план, который будут обсуждать Натаньяу и Трамп, это будет региональный план. Он не будет касаться арабов, палестинских и судьбы иудей Самрии вообще. Он будет говорить о том, как Израиль налаживает отношения с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, арабскими странами. И что будут думать по этому поводу лидеры Хамаса и лидеры ООП, то есть Абумазан и хамасовские главари этого вообще там интересовать никто не будет, поскольку они перестали быть любимчиками арабского общества и их проблемы сегодня больше никому не интересны. К сожалению, на этом мы должны закончить сегодняшнее общение. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо. До встречи. Слушайте Народную волну 24 часа в сутки 7 дней в неделю в интернете RadioNVC.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова